Здравствуйте! В одной из наших программ мы говорили о легендарном оружии и о металлах на Руси и в других странах. Сегодня мы продолжаем эту тему, так как она породила много споров. Постараемся выяснить, чьи кольчуги, латами, чьи были лучше – наши или чуже странные. Есть известная притча о царе Соломоне, который построил себе дворец. Для этого он согнал кучу ремесленников. Когда строительство было завершено, владыка решил поощрить мастеров. Соломон сказал, кто из ремесленников, самый главный, кто принес больше всего пользы при постройке моего дворца, может посидеть на моем троне. И один человек без спроса сразу забрался на место царя. Слегка возмущенный царь Соломон спросил, а кто ты такой, почему-то без спроса занял мое место. А тут же, значит, вместо ответа обратился к каменщику. Кто сделал твое орудие труда и инструмент? Ну, кто кузнец, конечно. Обратился к столяру. А ты, столяр, чьими инструментами работаешь, чьего изготовления? Он говорит, конечно, мне кузнец их сделал. А ты там, допустим, плотник, а ты там еще кто-то еще. В общем, у всех оказалось, что изготовлены все орудия труда именно кузнец. Он говорит, я кузнец царя, я всем ремеслом отец, поэтому я по праву занимаю это место. Ну, и Соломон с ним, конечно, согласился, что тут делать. И у нас на Руси, и за границей в давние времена профессия кузнеца была самая почитаемая и уважаемая. Его даже немного боялись, потому что тогда люди знали, это прежде всего колдун. Он соединяет воедино три главных стихии – огонь, воду и металл из земли. Когда он начинает колдовать, получаются какие-то орудия труда или оружие, которые стоят очень дорого. Здесь вот у нас тоже в экспозиции есть вещи, которые обычно выпускал кузнец городской, потому что вот в нашей экспозиции, которая называется «От Руси к России», в этом зале, где мы говорим об истории древнерусского города 12-13 века, кузнечное ремесло достигало, занимало, конечно, самое значительное место. Здесь вот показана, конечно, кузница, небольшая вот печурка такая, в которую пытались плавить железо, хотя это несколько неправильный термин – плавить железо для того времени, потому что температуру плавления железа в такой печурке достигнуть не могли еще тогда. Недостаточно было жары, скажем так. А железо просто превращалось в такую мягкую массу, похожую чем-то даже на тесто. Ее несколько раз эту массу проковывали, оттуда вылетал всякий шлак, там вот руду эту убрали, в общем, все эти посторонние материалы из нее уходили, и получалась, можно сказать, такая-то плюшечка чистого железа, которая называлась крица. Известно, что в Рязанском крае изготавливались мечи и ножи по очень своеобразной, можно даже сказать, хитрой технологии. Они состояли из трех сварных полос железа. При их изготовлении использовался такой метод кузнечной сварки. По бокам делались две полосы более мягкого железа, а внутри был более твердый сердечник. Был эффект такой, что чем больше этим мечом рубишь, тем острее он становится. А происходило следующее, просто вот эти мягкие полосы потихонечку срабатывались, сердечник же более прочно выступал наружу. Получалось, что меч такой самозатачивающийся, что называется. То есть вот славяне в нашем крае и древнерусский народ, они, конечно, славились выделкой таких мечей, но у нас, в свою очередь, на Руси еще ценились очень франкские мечи. Вот там тоже делали очень неплохое железо. Какие же мечи ценились больше? Мечи, вот, ценились и русские, и франкские мечи. То есть вот они, конечно, наиболее, можно сказать, были и у нас на Руси употребительные, скажем так. Хотя мечи были разные по своему составу, конечно. То, что сейчас показывают в фильмах, там, какая-то невозможная блестящая сталь, там, которая прям звенит, там, и так далее, это, конечно, не совсем правильно. Мечи были железные, они могли после битвы и погнуться, и с зазубринами бывали, там, и не такие они были красивые, как во «Властелине колец». Что касается кольчуг, то на Руси их изготавливали. Было много споров по поводу известной кольчуги Олега Рязанского. Специалисты спорили, норманская она или наша. Изучая ее происхождение, удалось выяснить следующее. Это русская кольчуга, потому что именно Русь древняя славилась выделкой кольчуг, и Восток. До сих пор ученые спорят, где же все-таки первоначальная родина кольчуги. На Руси или на Востоке. Это наши рязанские мастера ее делали. То есть, если это вторая половина XIV века, то даже здесь, возможно, в Переиславле Рязанском, существовал такой кузнец, который эту кольчугу создал. Именно здесь, в том городе, который помещался на территории нашего Кремля теперешнего. Русские кольчуги пользовались спросом, их покупали и за границей тоже с удовольствием, и в Западной Европе. Потому что западноевропейские мастера делали кольчатые доспехи, но они были чуть похуже к качеству, чем наши русские кольчуги. Поэтому охотно пользовались нашими. Кольчуга считалась дорогим удовольствием. Ее могли позволить себе в основном только люди состоятельные. Достаточно сказать, что сам процесс ее изготовления был очень трудоемок. На кольчугу кузнец мог потратить в среднем 6-8 месяцев. Или, можно так сказать, 600 метров проволоки, из которых он готовил эти колечки, или в среднем от 10 до 30 тысяч маленьких колечек, скрепленных между собой. И вот получалась кольчуга. По весу она была тоже достаточно разная. Вот эта кольчуга весит где-то 7 килограмм с копейками, можно так сказать. Бывали кольчуги и в 5 килограмм весом, бывали и около 20 килограмм весом. То есть все зависело от размера воина, от той технологии, которую применяет кузнец и так далее. При раскопках у нас нередко находят вот такие замки. Считается, что их родина – Рязанский край. Вот этот цилиндрический замочек навесной. Это внутренняя часть с дужкой с пластинчатыми пружинами. А это ключи к этим замкам. Навесные замки такого типа называются цилиндрическими. Они отличаются от тех, которые мы знаем сейчас, следующим механизмом. Ключ вставлялся, но не поворачивался. А вжимался резко, и внутренняя часть с дужкой резко выскакивала из него. Закрыть его можно было буквально щелчком без ключа. Эти замки были распространены по всей средневековой Руси. А родиной этих замков считается Рязанский край. Они действительно имели вот такую внутреннюю часть с пластинчатыми пружинами. Ключ туда вставлялся, не поворачиваясь, просто вжимался. И внутренняя часть, где зажимались пружинки посредством ключа, вынималась, выскакивала. Потом могли просто одно в другое вот так вот вставить, и он защелкивался. Замочки были сложные, потому что промышленного производства, конечно, так нельзя даже представить никакого, да? Все ведь было, в общем-то, ручное. И они не повторяли один другой. Поэтому отмычку какой-то серии замков подобрать было невозможно. Надо было для каждого что-то особое придумывать. Кузнецы изготавливали замочки разных величин. В Рязанском Кремле сохранился замок от ворот Глебовской башни. Он весит примерно 8 килограммов. В нем около 50 различных деталей. Сохранился и огромный ключ. Надо сказать, что хоть замок и 17 века, он до сих пор находится в рабочем состоянии. Те же замки, где вот вставляется ключ и поворачивается с душками, которые до сих пор висят на наших гаражах, сараях такой конструкции, к сожалению, пришли к нам из-за границы, имеют несравненно более простую конструкцию. И вскрыть их намного легче. Но они у нас прижились, а эти исчезли. А эта витрина посвящена смутному времени. Это начало 17 века. Здесь тоже немало железных предметов. А что здесь у нас показано? Из настоящего оружия, прежде всего, бердыши. Топоры с полукруглым лезвием на длинной рукояти, которым можно было не только рубить, но и колоть. Они также служили и подставкой для тяжелого ружья пищали, из которого уже тогда стреляли русские стрельцы. Так называлось пешее войско 16-17 века. Здесь еще также шлем у нас с кольчужной бармицей, которая защищала шею. И такой вот доспех, как зерцало. Тоже реконструкция от старинного слова «зеркало». Считается, что его натирали до зеркального блеска, и лучи солнца, отражаясь от него, могли ослепить глаза врага. В 17 веке зерцало уже использовалось как чисто парадный доспех. Металлы кардинально поменяли историю человечества. Уже со школьной скамьи мы знаем, что все исторические века у нас называются как каменные, медно-каменные, бронзовые, железные. Сейчас мы существуем в железном веке, и все идет под эгидой различных металлов или их сплавов. Если говорить, например, о стали, то ее сегодня применяют в самых различных областях. Сталь сегодня используется, детали из стали, нефтегазовой промышленности, горной промышленности, станкостроительной, также сфере обслуживания железной дороги и метро. Детали из стали по своим свойствам подходят в эти отрасли по причине того, что сталь, она более износостойкая. Сталь используется в изготовлении электродвигателей, на электропоезда. Она используется для того, что она выдерживает определенные нагрузки, что если заменить ее другим видом сплава, то просто она в процессе работы может разрушиться. А сталь она более вязкая и гибкая, и все-таки выдержит определенный износ. Многие сталилитейные заводы изготавливают сегодня около 50 сплавов. Среди них чугун, сплавы на основе никеля, алюминиевые сплавы и так далее. Денис Березин – плавильщик. В профессии он более 6 лет. Рассказывает об особенностях своей работы. При плавлении стали в такой печи, конечно же, очень жарко. Температура достигает до 1000 с лишним градусом. Конечно же, жарко с такой температурой работать, но мы стараемся как-то оставлять это на второй план. Нам это очень нравится, и мы гордимся своей профессией. Если быть точным, то температура плавления стали 1800 градусов. Естественно, люди работают в защитной одежде и контролируют каждое свое движение. Денис вспоминает, как в первый раз работал в цехе. Были переживания, волнения, боялся, что обожгусь. Все же может быть, мы же люди. Но впоследствии все эти чувства, они пропадают сами собой. Обожглись, нет? Обжигались. Бывало это, ноги обжигали, руки обжигали. Ничего страшного. В процессе работы все может быть. Все-таки искры, они отстали, летят, иногда попадают. Но ожоги, конечно, болезненные, но они проходят. Мы на это не обращаем внимания. Чудеса металлов завораживают, и нюансы, и неприятности, вероятно, действительно уходят на второй план. Все это притягивает, и в дальнейшем ты уже начинаешь привыкать к этим вещам. Очень интересные вещи происходят при плавлении, когда металл в холодном состоянии, когда он из себя представляет просто железка, а потом превращается в жидкий металл, из него на выходе получаются очень даже хорошие, качественные отливки, которые потом идут на производство. И ты их видишь, видишь, и ты начинаешь гордиться то, что выходит из этих вещей. Со временем материалы, возможно, изменятся. Уже сейчас ученые говорят о некоторых необычных разработках. В материаловедении применительно к металлам, я думаю, что тенденции такие, что все идет в сторону упорядочивания структуры материала, наноструктурированные так называемые. Исследования идут в направлении улучшения твердости металлов, их пластичности, упругости, а также улучшения термических свойств, жаропрочности, уменьшения трения по металлическим поверхностям. Если говорить конкретно о нашем направлении, направлении нашей группы аспирантов, кандидатов ногтой, мы занимаемся пленками, многослойными нано-покрытиями. Используются они, опять, также во многих областях человеческой деятельности, начиная от энергосберегающих стекол и заканчивая различными, опять же, упрочняющими покрытиями деталей, узлов, механизмов. Каким станет мир с изобретением новых материалов, покажет время. Наука не стоит на месте. Уже сегодня ученые работают над так называемыми смарт-композитами или умными материалами, которые способны возрождаться, дают показания о своем состоянии, сами исправляют мелкие повреждения и помнят исходную форму. И на этом наша программа подошла к концу. До скорой встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!